Все для дорогих гостей и танцы, и песни, и конечно же хлеб с солью. Со всей широтой русской души встречают делегации из городов-побратимов. Поздравить жителей с праздников в день города Щелково и Щелковского района прибыли представители Литвы, Латвии, Германии, Абхазии, Польши, Молдовы и наши соотечественники из Крымской Феодосии. И конечно, когда проходят праздники, с друзьями хочется разделить радость своих достижений. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы эти дни, которые вы проведете в нашем районе, на нашей территории, обязательно запомнились вам. Чтобы вы, может быть, взяли что-то интересное от нас. Более 25 представителей международных делегаций приехали поздравить Щелковский район с праздником. Среди них руководители местных администраций, депутаты, преподаватели, общественники и даже бизнесмены. Если вдруг у вас появляется желание работать на благодатной Щелковской земле и все здесь бизнес, мы готовы вас встретить, помочь и поддержать во всех ваших бизнес-направлениях. Не один год насчитывает дружба Щелковского района со многими европейскими городами, как, например, с латвийским Талси или немецким Хеймером. Однако с некоторыми побратимами международные связи начали налаживаться совсем недавно. 9 сентября соглашение о побратимских отношениях было подписано с Грозийским повятом Республики Польша. Мы хотим наблюдать, как развивается народное хозяйство у вас. Я думаю, что в некоторых случаях мы просто будем брать пример с вас. Мы можем делиться своими опытами. Как и положено, опыт международных отношений начинается с культурного обмена. В день праздника побратимов пригласили на экскурсию по достопримечательностям Щелково. Начали с главного украшения города – Троицкого собора, где не только рассказали гостям о вековой истории прекрасного здания, но также исполнили молебен в честь городов-побратимов. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Многим представителям международных делегаций все в новинку не только в Щелкове, а в России они также в первый раз. И ощущения, и впечатления огромнейшие, потому что вы сказали, что первый раз, первый день мы увидели, так скажем, историко-культурное наследие, настоящее России. Были на Красной площади, были по музеям. Также побратимо осмотрели главный мемориал города Щелково – аллею памяти, где состоялось возложение цветов к вечному огню в память о воинах, погибших в период Великой Отечественной войны. Ритуал, понимание важности которого, пожалуй, объединяет все народы земли.